рассказать, так у нас запись идёт, да? Мы пока можем рассказать, что мы тут собрались делать. Мы ездили вдвоём на такой крупный конгресс, европейский конгресс по континентно-поведической психотерапии 2023, который проходил в Турции. В Анталии написано, но на самом деле в Белике, это в пригородях Анталии. В крупном отеле. И это очень такое впечатляющее и интересное событие. Мы хотели поделиться теми находками, теми впечатлениями, которые мы почерпнули на этом конгрессе, и тем, как можно это применить для развития когнитивно-поведенческого коучинга. И для того, чтобы немножко создать и показать атмосферу, мы хотим ещё показать вам небольшое видео, небольшой ролик, который сами эти организаторы сняли. И начнём с него, собственно. Так, совместный доступ к звуку. чтобы показать атмосферу. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 сотрудников по шкалам выгорания, по двум шкалам деперсонализация и редукция профессиональных достижений. То есть вот это одно из исследований, где показано было, в парадигме evidence-based показана была эффективность когнитивно-поведенческого коучинга. Ну вот Елена расскажет. Здравствуйте, коллеги. Мой доклад был посвящен нашему исследованию. Мы изучали вопрос, насколько модель практиц применима в коучинговых сессиях. В мировой практике есть такие работы, они говорят о том, что применимо. Нам интересно было сделать это в доказательном подходе, такое исследование. И на примере выборки из 19 пар коуч-коучи мы тестировали, смотрели, насколько эта модель помогает повысить самоэффективность для участников. Результаты показали, что самая личная эффективность повышается, и участники в результате того, когда они проходят такую госсессию построенной этой модели, отмечают, что в целом чувствуют себя более способными расстанавливать приоритеты и оценивают себя как более дисциплинированных. То есть такой сдвиг намечается. Здесь важно именно то, что это в таком evidence-based подходе было сделано, и по точке это первая работа в этой области, которая показывает такую доказанную эффективность этой модели. Нужно отметить, что в основном запросы, с которыми у нас работали коучи, они касались карьерных планов и рабочих перспектив. Были запросы чуть меньше, там не очень видно, но я озвучу, 50%, половина этих запросов касались карьерных перспектив, чуть меньше касались личной и командной эффективности, и был запрос, были запросы связаны с развитием языковых навыков. Ну то есть все такие в деловом или рабочем или в профессиональном контексте. То есть наша подача, собственно, формирование вот этой линии исследований сейчас происходит, и нам было приятно и радостно поделиться с сообществом своими наработками. Да, это первое исследование в России, а в принципе вот эта модель практиса, почему мы ее выбрали, она достаточно исследована в разных странах, и можно сравнить, то есть можно вот сравнить с разными странами, как у них она используется. Да, интересно еще поговорить про то, какие доклады были в секции, в той секции, в которой я выступала, они совершенно разнообразные. Меньше было, наверное, про коучинг, больше много про психотерапию, но совершенно колоритный у нас состав был. Может быть, вам тоже будет интересно узнать. Вот несколько стран у нас здесь было представлено. С Лев Допра, получается, девка Райан из Лондона, у нее доклад на тему безопасности цифровых вмешательств в области психического здоровья, обзор. Мой доклад посвящен на контент-поведенческую коучингу коллега из Индии, которая изучала, как же контент-поведенческая терапия влияет на жертв похищения. То есть они провели большую масштабную программу, тоже в научном таком доказательном подходе посмотрели, какими действительно протоколами надо работать. Коллега из Соединенных Штатов Америки, и Ким, и Фуркан, ну тут сложно произносить фамилию, Синий Сли, предполагаю, да, представил свой доклад такого методологического, наверное, плана, посвященный вопросам интеграции классической логики в контент-поведенческих подходках. Мы знаем, что много ей внимания уделяется. И вот в этом, в этих докладах, мне кажется, тоже отражение трендов, которых дальше Дарья Витальевна тоже будет говорить. Ну вот мы выделили тренды, которые полезны именно для контент-поведенческого коучинга. Вот мы смотрели, там, конечно, было очень много докладов по психотерапии в основном, да, но некоторые вещи были вот интересны с точки зрения коучинга. Ну, во-первых, как я уже сказала, общая ориентация на evidence-based подход, что нас радует и, в общем-то, вдохновляет. Практически все исследования были выполнены вот в парадигме evidence-based подхода. Ориентированные на цели модели. Там было, то есть конгресс такой, он научно-практический, то есть было и научная часть, и научные доклады, и были такие прикладные. Вот я показывала, что очень много мастер-классов, где люди делились своими какими-то наработками, моделями, методами. Вот, и очень много ориентированных на цели модели, то есть вроде бы как психотерапия, но уход от такого углубления в проблему, а ориентация на цель. И вот позитивный подход. Positive cognitive behavioral therapy тоже здесь присутствовал, и тоже несколько докладов было посвящено, вот был акцент на позитивный подход, то есть уход от медицинской модели, вот такой вот модели ориентированы на проблему. Культурно-ориентированные модели. Тоже интересно, мы заметили, что были модели ориентированные на свою национальную культуру. Мы же были в Турции, и вот, например, турецкий докладчик говорил, что, например, вот это позитивное мышление, и то, что там давайте думать позитивно, и там, например, выражать радость какую-то. В восточной культуре может быть не очень одобряемо, например, женщина идет по улице и смеется, и в восточной культуре это может быть осуждаемое такое поведение. Ну и другие он примеры приводил, в результате которых он пришел к тому, что культурные ориентированные модели, они нуждаются в собственной проработке и в каких-то таких нюансах. Я дальше расскажу поподробнее про его модель, она очень интересная, мне показалось. Интегральные модели, то есть сочетание когнитивно-поведенческого подхода и других подходов, логотерапии, позитивной психологии и так далее. Тоже получаются интегральные такие вот уже интересные модели. Метафоры. Вот у нас тоже популярно, в принципе, применение метафор. Ну и там вот было несколько таких и мастер-классов, и докладов, посвященных использованию метафор в когнитивно-поведенческом подходе. Апелляция к философским концепциям. Там и Аристотель привлекался для того, чтобы познавать, как человек думает, логика, как строится. То есть поиск философских таких более глубоких оснований. Ирина, может быть, добавите про три последних подхода? Ну я про философские основания чуть позже скажу. Как раз как-то буду делать обзор доклада Даниэля Хамеля и коллеги из Израиля. Последние подходы, да, связанные с технологиями, с развитием технологий. У британских коллег была большая научная группа, которая сделала большую работу в области digital mental health. От обзора до проведения масштабного такого исследования. То есть изучают у нас, как цифровые технологии влияют на человека. Дальше отдельно стоит, наверное, выделить про то, что появляются новые технологические решения. И так было несколько и докладов, посвященных вопросу того, какими технологиями, например, какими приложениями люди пользуются для работы там с депрессией, с тревогой, с продуктивностью. И была возможность также прямо эти предложения все попробовать. Конечно, как на любой конференции были промо такие доступы. Потестируем и, наверное, скоро расскажем, что получится, за сколько это все применимо. В том числе и с использованием искусственного интеллекта, а и поддержанные, да. Но вот пока я не увидела про модный современный GPT-чат или нейросети, как-то так, пока это не вынесено прямо в отдельную тему, потому что, может быть, это тема этого года, еще она не изучена, поскольку конференция такая научно-практическая. Требуется время, чтобы все эти исследования провести и поизучать, а как же люди все это воспринимают, а потом только представить ведь доклады. Green CBT. Интересная тема доклада была представлена. Звучит она так. Зеленая или Green CBT. Использование зеленых зон в КПТ для того, чтобы люди научились управлять своим настроением. Интересно, как эта тенденция будет дальше разворачиваться. Потому что, конечно, эко-тема очень так обширно звучит. Я вижу и по публикациям коллег из Лондона, в том числе, много про эко-психологию и соединения по психологии коучинга, про разнообразные взгляды, беспокойства, связанные с эко-тематикой, например. Интересно, насколько это... Понаблюдать за этой темой, насколько это будет единичный доклад или вот дальше какая-то целая большая научная группа за этим оформится и эту тему продолжит. Мне кажется, это такая следующая стадия развития коучинговых исследований может быть связана с этим. Вот как-то так, такие комментарии. Я еще вспомнила про платформы. Вот и терапевтическая платформа тоже была представлена. Вот у нас так у нас есть. Вы перешли, наверное, через платформу сюда BCBT. И там тоже была представлена платформа, которая, ну, вот такое является подспорьем, да, для комитетно-поведенческих терапевтов. Они дали промокод на год. Матушке только делится. Вот. И немножечко поподробнее про некоторые тренды, вот из этих трендов, которые нам приглянулись, нам показались применимые для коучинга, и можно что-то из них взять для коучинга и как-то вот адаптировать. Ну вот как раз этот доклад про культурно-адаптированные модели турок турецкий, я тоже очень интересный специалист. Он представил свою модель CAMCADT. Он ее назвал, в которой он интегрировал терапию Бека, РЭПТ, элементы позитивной терапии, Self-Determination Theory. Это, ну, у кого есть психологическое образование, наверное, знают. Наши студенты будут изучать тоже обязательно. Это модель, которая как раз помогает понять мотивацию человека, внутреннюю мотивацию человека. И что интересно, вот элементы суфизма. Это суфизм, это вот у них религиозное течение, да, распространенное в Турции. И вот как бы эти элементы, они тоже привнесли в эту модель. И вот модель ABCDEF G-Positive. Они вот так ее обозначают, чтобы обозначать, что это именно модель, направленная на позитивные аспекты, не на проблему, а на вот позитив какой-то. Ну вот так он изобразил интегративный подход, в котором он объединил когнитивную терапию и репт, то есть иррациональные мысли. Это то, что есть из репт у Элиса, аттитюды, ожидания и так далее, да, то есть негативные атрибуции, восприятия и вот автоматические мысли. У нас как-то принято разводить когнитивную терапию и репт, но вот здесь негативные автоматические мысли, то, что у Бека, да, и иррациональные, и иррациональные мысли Элиса, они находятся в одной модели, вполне себе уживаются и соседствуют. То есть здесь, наверное, противоречия это не вызывает. Стадии, коротко перечислю, то есть мне эта модель заинтересовала, я ее хорошенечко так изучила, книги он тоже и порекомендовал. Первая – это постановка цели. Второй стадии – анализ дисфункциональных мыслей, дезадаптивных эмоций, которые препятствуют достижению цели клиентам. То есть сначала смотрим, что препятствует, какие мысли мешают достигать цели, но потом смотрите анализ сильных сторон и навыков, которые способствуют достижению цели клиентам. И вот здесь используют специальная методика, разработанная Селигман и Майерсон, методика 24 позитивных черт характера, также анализ базовых психологических потребностей, автономия, компетенция и связь с окружением. Это вот как раз из модели ДСи Райна – базовые психологические потребности. То есть мы видим вот такую интеграцию разных идей, разных моделей и очень продуктивно, на мой взгляд. Анализ культурных ценностей установок. И тут специальный анализ, ну я не очень углубилась, что он означает, но тоже какая-то их методика. Я могу добавить на доверие, если... Да, и интеграция в терминах целей и ожидаемых результатов. Да, то есть вот цели, опять здесь фигурируют цели. Да, Ильяна? Да. Когда коллега-докладчик наш обосновывал необходимость разработки подхода, он особенно акцентировал, что культура, например, мидлыс, ну отличается, и вот эти культурные установки очень важно учитывать в терапии, что контентно-поведенческая терапия для Востока не может быть такой же. Поэтому здесь я предполагаю, что появился этот блок номер 4, анализ культурных ценностей установок. То есть он приводил пример, например, что гнев, если в рэпт классическом, европейском рэпт, сильный гнев, это относится к негативным эмоциям, то, как коллега из Турции, говорит, у нас не так, у нас негативный гнев. Гнев не является негативной эмоцией, наоборот, это проявление силы мужчины. Также он опирался на терминологию специфическую, мы сегодня понятие обсуждали, намус, да? Намус, да. Добродетель женщины. То есть специфическое поведение женщины, которая одобряется в этом обществе, в социуме, то есть такая скромная, придерживающаяся традиционных правил. И, конечно, эти моменты важно в тех терапии учитывать, если работа ведется в какой-то стороне. Культурные установки вот эти, да, вот как раз в этом различии проявляются. То есть здесь качественный анализ вот этих вот культурных установок идет. Еще была интересная акция, а, ну вот как раз скажите, наверное. Ага. И вот формулу он показал, да, такую, милинг, то есть смысл, peace, мир, любовь и motivation, мотивация, да, которые взаимосвязаны, и, ну, какие-то такие ценностные основания, в контексте которых происходит, собственно, вот эта терапия, да. Ну и та же самая формула ABCDF G-positive. И пример концептуализации по этой модели привел. Концептуализация психотерапии для того, чтобы, ну, понимать, как бы, да, каким-то образом объяснять, что происходит с клиентом, и, соответственно, с чем мы работаем, собственно. И вот здесь тоже можно видеть, да, irrational beliefs, негативные установки, когнитивные искажения и сильные стороны. Вот то, что он добавляет именно анализ сильных сторон. И раскладка вот по этим четырем ценностям или целям здесь обозначены, да, love, meaning, peace и motivation. И каждый кейс, он таким образом разбирается. Кстати, вот этот симпозиум, он был как раз посвящен концептуализации кейса и тому, как вообще это важно. То есть почему важно для специалиста каким-то образом концептуализировать, ну, то есть применять фактически теоретическую модель. У нас часто в коучинге не очень этому внимания уделяют, концептуализации и вообще теоретическим моделям. Ну, вот там как раз говорилось о том, что это очень важно для того, чтобы понимать, что, собственно, мы делаем как специалисты. И техники – это такие специфические, эмотивный круг, музыка и танцы. Там они это используют. Культурные метафоры, конструирование нового стиля жизни. Ну, есть вот такого рода интересные техники. И ещё один подход тоже меня заинтересовал – это позитивная когнитивная терапия. Ну, как раз это, вы сейчас увидите, что это фактически коучинг. И там и техники используются очень многие те, которые в коучинге тоже. И известная такая, как её назвать, известная специалист Баннинг, Федерик Баннинг, она докладывала. И она как раз говорила, приводила пример, что на что мы обращаем внимание, то, собственно, и как бы усиливается в нас. Если негативный фокус внимания у нас, то фокус на проблеме, на том, чего клиент не хочет, на причинах, недостатках. И при этом у нас усиливаются негативные эмоции, когда мы обращаем внимание на негатив. Уменьшается креативность, гибкость, эмпатия, жизнестойкость у клиента. А если же мы позитивный фокус внимания берём, фокус о том, что клиент хочет вместо тех проблем, которые у него имеются, исключение, я позже скажу, что это такое, на позитивных эмоциях, преимуществах, сильных сторонах, успехах, предпочитаемом будущем, то тогда клиент испытывает позитивные эмоции, у него возникает больше креативности, гибкости и жизнестойкости. То есть вот она тем самым показывала, что позитивный фокус, он более эффективен. И преимущество позитивного подхода – клиент чувствует себя лучше, энергичнее, переживает спиральный эффект позитивных эмоций, то есть эмоции усиливаются. Мы в коучинге это видим, да, то есть вдохновение, вот этот эффект вау, да, очень часто возникает после коучинга. Определение малых шагов продвижения, степ-бай-степ принцип, он тоже здесь используется. И редисковеринг оптимизм, то есть такое, как бы, оптимизм открытия, да, вот, расширение такого осознания. И это тоже подход, ориентированный на цели. Я говорила, что один из трендов – это как раз увеличение подходов, ориентированных на цели, в рамках КПТ тоже. И, соответственно, здесь получается, что происходит уже несколько раз стыковка и терапии, и с коучингом, и в некоторых случаях просто их довольно сложно развести. Фокус на том, что клиент хочет в будущем. Четыре базовых вопроса для этого используются. Что ты хочешь больше всего? Какие твои ожидания? Ну, очень мы узнаем рамку результата, да, здесь. Как это изменит твою жизнь? Какие отличия внесет? Что для тебя работает? То есть что уже делаешь и можешь сделать, и ты знаешь, что это сработает? И каковы будут твои следующие шаги? Ну, вот тоже получается такая рамка результата. Итак, вот парадигма козитивного, когнитивно-поведенческого… Это я написала прямо коучинга, да, но на самом деле… Она это называла терапией. Но вот мы видим, что очень близко к коучингу. Ориентация на решение, формулировка цели, а не проблемы. Фокус на том, что работает, а не на том, что не получается. Фокус на сильных сторонах. Построение успеха, модель успеха. Клиент-соэксперт, партнерская позиция терапевта, да, то есть мы идем… Модель сотрудничества. Самомониторинг и анализ исключений. И solution talk, то есть беседа, она не столько терапевтическая, сколько ориентированная на решение, на вот solution talk. Изменения анализируются по трем таким блокам. Изменение мышления, изменение эмоций и изменение поведения. И мы видим, что везде тоже происходят очень позитивные изменения в результате применения этого подхода. Вот такое упражнение применялось, и тоже мы его делали. Поиск исключений. Что такое исключение? Это когда мы приходим с проблемой, у нас есть проблема, но мы находим исключение в нашей жизни, когда эта проблема не была, вообще не было, или она была слабее как-то, или мы с ней справились. И поиск этих исключений помогает нам выйти в позитивное поле. То есть вот этот прием можно использовать, в принципе, если клиент приходит с негативом, но перевести этот негатив, негатив – это как перевести проблему в цель, другими словами, да, как перевести ее, вот, фокус внимания сместить из негативного в позитивный. И вот несколько таких вопросов используется. Это прямо такой алгоритм, когда проблема была меньше или вообще исчезала, когда вот прямо можно вспомнить, и вот беседа с клиентом проводится, когда проблема не была проблемой совсем, то есть я не воспринимаю ее как проблему. То есть опять мы фокус показываем человеку, что это вопрос интерпретации, я интерпретирую это как проблема или как, ну, что-то естественное. Когда проблема присутствовала, но вы с ней отлично справились, когда были моменты того, что вы хотите вместо этой проблемы, и вот как обсуждались, а что вместо, да, что я хочу вместо. И, знаете, мы делали это упражнение, и действительно вот появляется такое вдохновление, появляется желание как-то двигаться, справляться и развиваться. Ну, плюс можно ввести дневник лучших моментов дня, тоже такая известная, в принципе, техника. Вот. И протоколы в этом подходе. Вот чем отличается когнитиво-победический подход от других, может быть, подходов? В нем есть стандартные протоколы. Протоколы в виде такой таблички, где прямо по сессиям расписано, что на какой сессии делается и какого рода вопросы задаются. То есть это не скрипт, как, например, в продажах, да, то есть скрипт – это буквально что говорить, но это некоторая ориентация для терапевта, для коуча, что можно, вот в какой логике можно выстраивать работу. И она показывает эти протоколы, протокол, есть индивидуальный протокол, там есть групповой протокол, в индивидуальном 8 сессий, они прямо расписаны по сессиям, что в каждой сессии делается. И групповой протокол тоже 8 сессий, 8 клиентов, потому что больше считается, что уже непродуктивно. И, возможно, там 2 ко-терапевта может быть. Вот, и ещё интересно тоже, вот мы часто спрашиваем у клиентов там обратную связь, да, и часто вопрос там, ну, что не сработало. Так вот тоже она говорит, что надо обращать внимание клиентов и фокусировать на том, что сработало, что позитивного в результате работы. То есть если мы ищем сами недостатки, мы клиентов фокусируем на недостатках, и они начнут их искать, искать. Вот, и, например, вот в конце сессии, вообще в конце всей работы можно спросить, вспомните, там 50, ну, 50, мне кажется, очень много, да, но вот у неё 50 позитивных изменений, которые случились в результате терапии. Для клиента такое задание, да, найдите 50 позитивных изменений. Найдите 50 причин, почему эти изменения надо поддерживать в дальнейшем. И найдите 50 способов, как поддерживать эти изменения. Это вот такой способ поддержания изменений уже после терапии, чтобы клиент ещё сильнее зарядился этой энергией, и дальше уже сам как-то двигался и поддерживал вот эти изменения. Ну, вот передаю слово Елене, она тоже расскажет о некоторых подходах. Спасибо, Наталья Викторовна. Чуть ранее мы озвучили такую тенденцию, Наталья Викторовна озвучила, да, что мы отметили, что в среде КПТ еще-таки и много уделяют внимания философским основаниям подхода. Вот, в связи с этим мне интересно было бы стить мастер-класс Даниэля Хаммери. Он, скорее, такой именно, да, философский был, хотя и включал несколько практических упражнений. Название было так и следующее. Философия стойков и логотерапии Франкла как основу для развития новых инструментов концептуализации терапии принятия и ответственности. Даниэль Хаммери работает в этом направлении, и в основном в Израиле вот философия, которую он возглавляет, посвящена тоже этому направлению. Начинал он свое выступление со следующего вопроса. А как можно вообще в целом относиться к экстремально негативным мыслям? Ну, вот классическое такое отношение, вторая волна. Он говорит так, что там мы задаемся вопросом, моя мысль верна или ошибочна? И как бы испытываем на прочность негативные мысли. Ну, негативное, например, там, долженствование. Вот, что считается, я должен всегда делать так, или все другие должны делать так. А в третьей волне возникает другое отношение, другой вопрос, оценка мысли с точки зрения эффективности. Да, эффективна она или нет. И еще такой добавляется специфический ракурс, который есть в терапии принятия ответственности. Отдаляет ли это мысль, которая приводит к эмоции сильной, негативной, например, страх или гнев? Ну, как мы рассмотрели ранее, гнев не такая уже негативная. Вот в других культурах не всегда негативная. Итак, отдаляет ли это мысль от ценности или приближает к ним? И здесь акцент в третьей волне делается уже на точку выбора, что даже имея какую-то негативную эмоцию, мы стоим перед точки выбора перед тем, чтобы, например, успокоить себя, начать себя успокаивать, избеганием и направлением себя или фокусировкой себя на ценности. Много в этом подходе уделяется внимание поведению, ориентированному на ценности, когда мы точно для себя прояснили. И теперь знаем, как двигаться к ним, даже если поимся чего-то или испытываем злость, отвращение или какие-то другие сильные чувства и эмоции. Далее, можно следующий слайд. Классический такой способ, ну, типичный, можно так сказать, который Даниэль описывает, это моменты боли или сильных негативных переживаний. Он говорит так, что мы стремимся к валидации. Но валидация здесь рассматривается как такой термин с негативными немножко коннотациями. То есть валидация как утверждение себя, самоутверждение, например, в ущерб отношениям. И для того, чтобы избежать негативных эмоций. Мы чувствуем себя слабыми, начинаем злиться или испытывать гнев, или страх. И для этого нам нужно усиление себя, нам какую-то защитную реакцию выдаем. Например, становимся агрессивными или какое-то другое поведение проявляем. И в основном это утверждение себя происходит через, вот такой термин употребляет орунная ошибка, через владение. То есть, что вы чувствуете себя сильным, мне надо владеть чем-то, владеть собой, контроль, проявлять, контролировать других, владеть физическими своими проявлениями или контролировать ситуацию, в общем, усиливать свое я. И Даниэль ищет альтернативу в работах стойков, в философии стойков. Он говорит, что она противоположная. В общем-то, для того, чтобы отказаться, успокоиться, прийти к успокоению, такому истинному глубокому успокоению, он говорит так, что стойки советуют нам справиться со страданием следующим образом, что нужно отказаться от желания и всегда чувствовать себя хорошо. Угажение не так формулировали, древние философы, но вот суть рекомендации такая. И важно вот это желание утвердить себя, немножко его ослабить, то есть отказаться от этого желания. И тогда это приводит уже к успокоению. Собственно, именно там можно обвести спокойствие и покой. Терминология там такая. Можно следующий слайд. И тут такая как бы специфическая философия у стойков. Основные взгляды сосредоточены в следующих мыслях, что человек принадлежит природе. Вот в чем эта философия заключается, или Богу. Значит, цель жизни находиться в гармонии с природой. А гармония с природой, это значит, она трактуется в подходе как принятие реальности, принятие того, что есть. И быть независимым от событий, то есть не реагировать на какие-то события, которые возникают, трудности перед нами, ставят полный рост, и, в общем-то, не быть их подверженными. И в этой философии не единственным негативным аспектом являются не эмоции, а нежелание принять то, что цель жизни человека это жить в гармонии с природой. То есть наше неумение принять реальность является причиной проблем. Следующий взгляд очень важный, он достаточно много внимания ему уделил, что природа даёт человеку все вещи, включая сюда ум, эмоции, тело физическое, друзей, близких людей, семью, весь мир. А человек со временем возвращает всё это обратно в природу. И Даниэль говорит так, что если мы такой взгляд развиваемся, тогда у нас не может быть в жизни потерь. Мы не теряем, например, когда становимся старее, мы потеряли какую-то физическую способность быстро бегать и ходить. Нет, мы просто как бы вернули это, мы своё тело даже возвращаем в природу. Вот такое отношение. Значит, каких-то сильных, тяжёлых эмоций в целом в этой философии фактически и не может быть, но как бы нет причины. Вот такой взгляд интересный. Можно дальше? И, собственно, в чём состоит такой ключевой переход? Как же нам справляться с сильными, тяжёлыми эмоциями? А вот Даниэль говорит так, что нам нужно совершить переход от попытки подчеркнуть своё существование, вот это validation, валидация, утверждение себя, которое проявляется как раз в ownership, в владении, в желании овладеть обстоятельствами, людьми, контролем над собой, и над ситуацией, к билонгии, к ощущению связи и принадлежности. То есть не разделённость, а связь с миром и с людьми. И это нужно потихоньку вот этот фокус менять. Именно осознание принадлежности это и есть источник устойчивости, откуда она возникает, как мы обретаем психологическую устойчивость через принадлежность. Но тут возникает вопрос, конечно, контроля, насколько мы способны контролировать ситуацию. Эта категория тоже рассматривается, у стойков на следующем слайде. Тут он цитирует Эпикрета и очень интересно сочетает это всё с когнитивным подходом. Эпикрет писал о следующем. Человеку должно сосредоточиться на том, что ему подвластно и отказаться от того, что не подвластно. Мне кажется, узнаваемая мысль, сейчас все коучи и вскользные говорят про зон контроля, что в зоне контроля темой надо заниматься. А вот, оказывается, Эпикрет на эту тему тоже давно-давно высказывался. И счастье, как он пишет, в развитии нравственного характера и добродетелей. Звучит здорово, но понять, да, тут важно, что они считают добродетелем. Воспитание того, что человек контролирует. Добродетель – это как раз развитие того, что я контролирую, и развитие безразличия к тому, что не контролирую, что он не вне моей власти. То есть вот до развития такого безразличного отношения. И в этом, как он, Эпикрет пишет, основа спокойствия перед лицом трудностей. Потому что, о, наши будут заняты тогда только тем, что можно, что в моей власти. Далее Даниэль говорит, что, ну, в общем-то, наши мысли, эмоции, поведение – это же как раз то, что можно контролировать. А значит, следуя этой логике, это добродетель. Это и есть добродетель. Развивать то, что мы можем контролировать. Ну, собственно, следующий вывод, к которому приходит, что как раз через развитие добродетеля, через развитие таких нравственных качеств можно развить вот эту связь с другими людьми. Вот это билон, принадлежность, не разделённость, а принадлежность. То есть усиливая эти добродетели, мы развиваем свою связанность с миром. И таким образом мы приходим к устойчивости. Можно следующий слайд? Дальше он касается интересным словом такого термин «дружба». Говорит, что это как раз термин стойка в их работах. Это можно обнаружить. Цитерон. Цитирую Цитерона, который пишет о том, что чем более независимым становится человек, тем более он преуспевает в дружбе. И это, в общем-то, невозможно, что если мы из зависимости или из слабости или из расчёта исходим, когда пытаемся дружить, то дружба не настоящая, не вечно. А вот настоящая, она происходит от природы. Это идеальная такая категория. И, в общем-то, основание другое. И для настоящей дружбы идеальное основание, правильное такое установление, желание принадлежать. Это в современных терминах, но там, как бы, в работах у стойков это желание соединиться с большим, чем ты сам. То есть выйти за пределы своей личности. И дальше Даниэль говорит, не кажется ли это вам похожим очень на определение надёжной привязанности? Что мы не из зависимости исходим, а из опоры на свои сильные стороны. И тогда можем принадлежать и строить здоровые отношения с другими людьми. Вот интересный такой ход уже в сторону современной чехологии. Дальше он говорит так, что, соответственно, исходить не из зависимости, а из опоры на сильные стороны, значит, требуется развитие этих добродетелей от каждой стороны. То есть каждый, кто хочет жить в другую сторону, он должен развивать такие добродетели. И, в общем-то, это то, что даёт смысл человеческой жизни. Можно дальше? Вот. Здесь тоже такие три ключевых тезиса про то, зачем всё это нужно. В общем, первый тезис заключается в следующем, что переводим такой на современную уже язык, что человек, стремящийся к самоутверждению или к валидации, он использует эту терминологию, только он способен создавать значимые межличностные связи. И такая позиция, которая связана с самоутверждением, она исключает глубокие взаимосвязи. И это является источником смыслов. Как раз тут соединяется вот с этим термином. Дальше он уже говорит про Франкла, который как раз со смыслами, ценностями работал. А усиление такого опыта того, что нам подконтрольно, усиление опыта, что значит проживание опыта того, чем мы можем управлять, расширение этого в своей жизни, когда мы придаём им больше внимания, ставим свои цели, работаем со своими желаниями, с прояснением ценностей, например, с тем, к чему мы стремимся. Как раз это помогает не зацикливаться на том, что контролировать невозможно. И за счет этого такое вообще позитивное развитие у человека происходит. Можно в следующем? Да, и вот здесь эти взгляды сходятся с позицией Франкла. То, что Даниэль цитирует его работы, особенно ссылается на работу человека в поисках смысла. Говорит так, что у Франкова пишет то следующее, что самореализация в отрыве от других бессмысленна, то есть она сама по себе не имеет смысла, только осуществляется через связь с другими людьми. И смыслы и ценности человека, они как бы обращены к другому человеку, да, или к миру вовне. Ну, как бы не идеальная такая конструкция, вещь в себя, обязательно через связи со значимыми другими. Ну, и тут тоже возвращается к этой мысли, что через, как эта связь осуществляется, как она строится, через такое добродетельное развитие себя. И это, собственно, смысл жизни придает. Пойдем далее. Да. Даниэль, интересно, подводит, да, такой итог. Следующим образом говорит, так, собственно, вот такое развитие значимых взаимоотношений с миром, со значимыми другими людьми, и это как раз и должно стоять в центре современного образования и психотерапии. Цитирует снова Цицерона, говорит о том, что кто захочет быть богатым и жить в изобилии, если никого не любит и никем не любим. Помогает нам тут взвесить еще ценности, которые связаны, например, с валидацией, первое, быть богатым, жить в изобилии, и с такой второй тип ценности, связанный с принадлежностью. Будем дальше. Вот, и дальше, конечно, вопрос у практиков какой возникает, сразу, а как к этому перейти, как научить, например, своих клиентов так проживать и так строить такие глубокие взаимоотношения с другими людьми. И он совершенно несложно и приводит практики для этого, которым, наверное, стоит каждый раз нам продолжать тренироваться и уделять внимание. Две практики. Практика такого ассертивного слушания или техника ассертивного слушания и техника внимания, которую мы в течение дня можем тоже практиковать короткие, буквально он там в течение нескольких минут их показывал. Ассертивное слушание это какое? Цель нам в этой технике слушать, быть внимательными и перейти от какого-то настойчивого или агрессивного отношения к другому, когда мы вторгаемся в его мир или, например, желание угодить, когда мы пытаемся понять, что другому важно и теряем свою собственную позицию к ассертивному. Это значит, что мы слушаем и слышим другого и при этом видим себя, ну, видим другого и чувствуем себя. Мы находимся в связи со своими собственными ценностями. Никакая сторона от этого не теряет. Вот это будет ассертивным слушанием. И он приводит такие шаги, что, ну, первое, важно, как мы располагаемся относительно друг к другу, как именно мы слушаем, инструкцию дает так, говорит, займите положение тела пригодное для слушания. Не детализирует. Ну, скорее всего, да, это расположенность, когда мы смотрим на другого, когда мы не перекрещиваем руки, но и как-то демонстрируем такую открытость и сонастроенность. Дальше, говорит, так, в упражнении, да, слушайте другого до конца. Это тоже бывает сложно, особенно в нашем быстром мире, когда мы слушаем первые две фразы и нам кажется, что мы уже все поняли, да, и когда же другой-то говорит. Вот, он говорит, дослушно до конца. А дальше, к следующему шагу, постарайтесь, ну, понять или объяснить или оправдать, justify, да, глагол такой звучит, justify, как бы оправдать в своих глазах точку зрения другого человека. ну, то есть постараться понять, почему он вправ в своей картине мира. Мне кажется, это очень непростой шаг, особенно для дискуссии с полярными точками зрения. Это прям такая техника. И особенно сложно здесь сохранять принятие, особенно сложно быть в контакте со своими ценностями и вот выполнять такое упражнение. и после этого только выразить своё мнение. И когда мы развьём такую способность слушать, при этом присутствовать, да, в таком внимании, ассортивном, полностью в контакте с собой и при этом слышать точку зрения другого, говорит, тогда это станет основой им для построения вот таких глубоких взаимоотношений с другими людьми. И когда и они приняты, и я себя в том числе чувствую, ну, и я себя принимаю, и другого принимаю, допускаю, что любая картина мира имеет право на существование. Не оспариваю её, не нападаю, не впадаю в это утверждение себя или в валидацию такую, да, отстаивание, нет, я прав, другой прав. Я тогда не прав, а когда и ты прав, и я прав, да, как бы, и тогда вот эта фраза, она такой смысл обретает, что и ты прав, и ты прав, ну, это значит, что миры могут быть разными. Вот. Мне это интересно. Фактически, это принятие, получается, как основа коучинговой позиции. Вот. Вот такое состояние. Это она, с этого начала, прям, да, согласна. Я понимаю другого человека, да, и я понимаю его точку зрения и принимаю, что все точки зрения могут сосуществовать, даже противоположные. Ну, да. Да. И ещё одна техника, как она на следующем слайде, тоже, казалось бы, вот короткая, несложная, но тоже такая глубокая, с учётом тех взглядов, которые мы рассмотрели чуть ранее, практика ежедневного внимания. в течение дня, когда вы чувствуете стресс, задайте себе вопрос, он так советует, задайте вопрос, нахожусь ли я в состоянии разделённости, или предпринимаю ли я попытки утвердить себя, чтобы выглядеть сильнее, справедливее, лучше других, да, или как-то оправдать себя. В общем, вот это стремление утвердить себя, оно, мне кажется, стресс прям точно мы можем обнаружить. Вот. Или я нахожусь в состоянии принадлежности к миру, то есть способен сохранять вот эту связь, билонген связь с другими. Далее, пункт два, да, нет варианта, что, значит, я нахожусь в стрессе и в состоянии принадлежности к миру, всё равно, значит, скорее всего, обнаружим себя в состоянии разделённости и попытках утвердить своё эго. Он рекомендует обратить внимание просто на это, то есть не бороться, а сначала просто дать этому внимание, ну, как во многих медитациях, кстати, практиках внимательности, практиках самонаблюдения. Сначала даём внимание, а потом следующий шаг, он говорит так, ну, остановитесь в том действии, которое направлено на самоутверждение. Ну, например, там, спорить, аргументировать, да, или каким-то, какой-то шаг сделать, который вот демонстрировал бы нашу позицию, сильно такой побуждающий импульс. И плюс ещё рекомендация такая, остановить действие направлено на самоутверждение, даже мысленное. То есть даже если я в мыслях продолжаю спорить, то надо остановиться в этот момент. Практика, стоп. Далее, следующий шаг, который здесь согласуется к концепции терапии принятия ответственности, направить своё внимание на ценности. И даже если мы чувствуем какую-то сильную негативную эмоцию, сильно там, злость, например, да, всё равно продолжая это чувствовать, мы направляем своё внимание на ценность. Что мне важно? Ну, например, важна эта ценность принадлежности, или связи с другими, или вклада в общее дело, развитие, или сохранение взаимоотношений. Хорошо, тогда я даже испытываю сильную эмоцию, способен или способна сохранять контакт, и, например, продолжать вести диалог, даже если это какая-то очень трудная дискуссия, или непросто мне даётся. Мне кажется, в этих простых практиках заключается весь подход, о котором я говорил, и очень важно иметь конкретные шаги, которыми можно такие вот философские концепции заземлять и действительно применять в своей работе, помогать им клиентам. И, в общем-то, это и отражение такого, и всех смыслов, и философских, казалось бы, абстрактных концептов в конкретных шагах. Пойдём дальше? Да. Дальше у нас следующая часть, это был доклад коллеги, который занимается терапии принятия ответственности, и, на мой взгляд, отражает вот эту тенденцию поиска философских оснований для усиления проработки, оснований для проработки эмоций. А ещё есть одна часть, которая, как мне, нашего доклада, которая, кажется, тоже важна слушающим. Многим хочется или посетить конкретно, или выступить, например, на конгрессе, тоже рассказать, поделиться своими практиками. Это совершенно всё возможно, не так сложно, как кажется, но требует определённого внимания. Роль бывает разная, можно участвовать, ну, как участником поехать, например, на любую конференцию, можно стать спикером, выступать докладом, спонсором. Самая сложная роль, мне кажется, организатор об этом, но она есть, я тоже здесь указала. Можно и организовать целую конференцию, если очень хочется выступить, но лучше делать это с командой. Вот. А можно по волонтёре, если какая-то есть зарубежная, классная, интересная конференция, орг, взнос там слишком большой, кажется, да, может, и волонтёрские бывают позиции, почему нет, тоже можно поучаствовать, хочется такого движения, повариться в сообществе профессиональном. Вот. Роль спикера, наверное, предполагаю, да, что нашим слушателям, она интересна, скорее, потому что с участниками вы точно сами разберётесь, и тут несложно, надо зарегистрироваться и приехать, платить взнос, приехать. А вот со спикерами немножко посложнее. Тут что важно, ну, учитывать, что форматы выступления бывают разные, на каждом конгрессе или конференции всегда пишут, что у нас есть, open paper, это такой доклад, да, устный, или oral presentation может называться, ну, то есть выступление, когда вы приезжаете, приезжаете и в течение там, ну, где сколько там, 10, 15, 20, 30 минут, может быть, выступаете. Постер или такая постерная презентация, когда вы готовите большой такой плакат с результатами вашей работы, это может быть, может быть представлено исследование, методики какие-то, и к вам подходят слушатели, ну, то есть как такая ярмарка проектов, можно так сказать. Skill classes, например, вот в этом, конгрессе такие были, как-то у нас коллеги делятся своим опытом практическим, несмотря на то, что конгресс такой смешанного типа, то есть там были и результаты исследований, много и прям исследовательских работ, и практический мастер-класс, как, например, работать с метафорами, как работать, там, терапия депрессии, например, да, или вот там люди бездомные, там, как их поддерживать, что им больше помогает. Форкшоп, да, тоже практический, практико-ориентированный, такие форматы, то есть тут нужно определиться. Чаще самые доступные для выступления это постеры, то есть иметь готовый материал, какие-то результаты исследования хорошо иметь, чтобы податься на постеры, на такое выступление, или open paper, или oral presentation, доклад, да, чуть более серьезный, серьезный формат, тоже тут будут вашу работу смотреть, обязательно будут рецензировать, поэтому стоит серьезно подойти к вопросу оформления материала, есть определенные структуры, сейчас тоже чуть-чуть про нее скажу. Важный вопрос – регистрация. Везде есть сроки, обычно на такие серьезные конференции, они достаточно жесткие, и где-то вот за три месяца, я посчитала, да, в начале августа мы регистрируемся, да, или вы приняли вопрос. Ну, то есть за три месяца фактически уже нужно прислать все материалы, примерно описание вашего доклада, решить все организационные вопросы с оргвзносом, примерно продумать, как вы поедете, значит, в какой день, эти вопросы решаются обычно заранее. Элеверт всегда есть какой-то специальный формат, который помогает вам чуть низить организационный взнос, оплатить пораньше. Дальше. У каждой конференции есть еще срок приема тезисов, тоже на нем важно следить. Есть конференции, которые там за год уже заканчивают приемом тезисов. Вот я сейчас смотрела, делала обзор для вас по следующим конгрессам в контентно-поведенческом подходе, и в некоторых, несмотря на то, что конференция в 2024 году, уже срок подходит к концу, сейчас там, середина ноября на конференции, на американской конференции. То есть осталось... Да, за год объявляют. Осталось буквально там чуть-чуть, три недели, для того, чтобы успеть подать, податься на конференцию, которая будет через год. Дальше. Материал доклада. Да, там был кейс. То есть с чем можно выступать? Можно выступать, например, с кейсом представить какой-то случай, можно рассказать о своем исследовании. Это лучше будет, если у вас набран материал какой-то. А у вас есть какая-то концепция, вот как Наталья Викторовна представляла доклад коллегии. Вот у него такой свой подход в континентно-поведенческой терапии, культурно обусловленной, целая концепция. И тоже с таким докладом можно выступить. Или вот философские основания. Но тут тоже нужно большой объем осмысления, сделать такую тему, которая будет интересна практикам, и людям из академической сферы это было востребовано. Можно представить какую-то методику отдельную. Вы придумали модель, проведение сессии, модель работы с кейсами, например, или фиксации кейсов, модель супервизии какую-то и разрабатывать тоже. Это интересно. Может быть, и практикам для осмысления. Как ко всему этому готовиться, еще стоит исходить. Последний слайд. Чуть-чуть озвучим. Нет, это в другую сторону. Да, вот. Предпоследний. Структура доклада сначала. Как готовиться? Значит, тут структура совпадает со структурой, с научной статьей. Ну, желательно ее придерживаться, потому что людям, которые занимаются исследованием, она будет понятна. То есть, легко будет уловить суть, особенно если у вас англоязычная или какая-то конференция или конференция на другом языке, которая является неродным для участников и для вас. То есть, языковый барьер, конечно, все затрудняет. Спикеры с разными выступают акцентами. Очень сложно бывает уловить. Вот вы сидите и слушаете десятое выступление и десятый акцент. Просто, если слайды не структурированы, очень просто потеряться в деталях. А они очень важны. Например, если тема интересная, приходится прорываться через этот барьер. Поэтому, структурируя ваше выступление, конечно, вы помогаете слушающим воспринимать. Типовая структура, примерно так выглядит актуальность. То есть, в чем проблема вообще? Почему эту тему надо изучать? Неочевидно. Если она вам интересна, все равно стоит объяснять, потому что прям людям из разных сфер и отраслей. Это может быть не очевидно. Цель, что мы хотели своим исследованием сделать? Проверить, насколько модель эффективна. Оценить, какие факторы влияют на эффективность проведения сессии. Например, выборка. То есть, сколько у нас участвует 10 человек, 20 или 2000. Это разные совершенно цифры. И тут разные силы. И разные методы используются для разных выборок, например. Для небольшой и для объемных. Дизайн исследования. Как вы его проводили? То есть, замеры до и после коучинговых сессий или коучинговые программы проводили только после, проводили только до замера какой-то. Была контрольная группа или ее не было? То есть, тут тоже надо писать, чтобы люди из сфер науки могли понять, насколько это, насколько сильный дизайн и какие ограничения из этого следуют. Это так принято описывать, да? Чтобы это было ясно и возможно было повторить и сравнить потом эти исследования, проведенные, например, в другой стране с таким же дизайном, с такими же методиками. Методы тоже, какие методики использовались. В чем результаты? Здесь обычно раздел с таблицами, с цифровыми данными, со всеми результатами обработки математическими методами ваших результатов. Обсуждение результатов. Что это значит? Как это соотносится с другими исследованиями? Дальше ограничение исследований, где вы указываете, например, что у нас была небольшая выборка, и им нужна большая, чтобы проверить детальнее. Или, например, у нас проведено исследование в одной культуре, а на разные культуры оно не распространяется. Вот как бы мы лимиты вот эти указываем. Тоже это позволяет оценить его ценность. Не стоит бояться это указывать, потому что это тоже такой стандарт академический, научный, который призван к тому, чтобы быть объективным, показать объективную ценность. Выводы, как это можно применять, ну, тут разные, бывают по-разному структурируют этот раздел. Можно описывать, например, какие практические приложения существуют, то есть как применить наши разработки для практиков. Или, например, а как применить эти разработки в методическом смысле, или как применить эти разработки в академическом смысле, какие еще следуют другие темы поизучать, в связи с... Вот мы изучили одну модуль, а надо, например, что-то детализировать, или там, не знаю, как контракция заключается в коуч-сессии, или а как в другом подходе, не в контент поведенческом, а в другом работает коучинг, ну что-то в таком ключе. Когда вы такую структуру используете, всем, кто вас слушает, и кто воспитан в таком академическом подходе, непонятно, и плюс еще эта структура будет повторяться в разных докладах, поэтому вас будет слушать легче, и ваш доклад будет понятнее звучать для людей, которые совершенно из разных стран к вам придут на выступление, что, надеюсь, точно в жизни у каждого профессионала будет такая аудитория. И что ж, последний слайд принципа. Значит, что стоит делать, чтобы конференции проходили классно и интересно. Но вести деятельность на основании evidence-based подхода – это не только что, ну как бы откуда этот принцип, не только потому что он нам нравится, важен и ценит. Если вы так делаете, у вас есть что показать на конференции. Вот что он значит. То есть если вы измеряете эффективность своих программ, например, своих сессий, да, какие-то даете опросники, строите это на цифрах, тогда у вас есть интересный материал, который интересен не только вам, но и сообществу профессиональному, да, научно-практическому. Потому что это ценится больше, чем отдельный кейс, например, рассказать. Отдельные кейсы тоже хороши, но они хороши прям вот совсем-совсем-совсем новых, где вообще ничего не исследовано, да, вообще никаких исследований не проводилось. Тогда описание кейса, вот такого единственного, уникального в своем роде, и это будет прям первый шаг, тогда да, тогда ценности этого очень велика. Но все-таки надо стараться добавлять уровней сложности, что называется. Значит, как-то замерять, да, читать статьи и смотреть, относить свои работы тоже с ними. Дальше мониторить конференции заранее, исходя из того, что срок регистрации почти может быть закончится за год до проведения конференции, но очень обидно будет найти классную конференцию и не попасть из нее, потому что вот дедлайн только недавно завершился, а у вас и материал есть, и вообще тема классная, и страна, вы в нее хотели слетать, и вам все там нравится. Дальше, главное на конференциях происходит между докладами, да, все же летят из-за общений, из-за дискуссий, не только выступать, скорее доклады – это такой повод для начала коммуникации, но и вообще научная коммуникация, это когда очень практическая, она происходит между докладами и между конференциями, продолжается в виде публикации, да, в виде обсуждения, там этих докладов, классные новые идеи какие-то приходят, или о договоренности о сотрудничестве с разными специалистами, или о совместных и работах каких-то, все это вот кофе-брейки рядом, или вдруг в этой ситуации. Да, я хотела сюда фоточку еще положить Алана Миллера, которую я случайно встретила в зоне обеда, где эти бесконечные сладости турецкие, подумала, ну вот так можно просто идти и встречать звезду, как нет политического подхода и снять на фотографии с ним, ну тоже такое, да, бывает. Поэтому все не во временной коммуникации. Обязательно спланировать культурную программу, все разные страны, когда вы ездите уже не на первый конгресс, вы понимаете, что да, знакомиться с культурой – классно, когда мы не только в научном зале, но еще и вот куда-то успеваем сходить, посмотреть, что за место, куда мы прилетели. И дальше, конечно, поддержать коммуникации после, потому что поток людей большой к специалисты. Ну, кто-то запомнился, кто-то нет. Ну, если вы потом всем написали, есть специальные же сети, социальные сети для ученых, где все публикуются, рисочные дети, например, очень классно работают. Я сейчас прилетела, всем написала коллегам, кто-то откликнулся и пожелал мне там классного прилета. И вот девушка из Британии, сейчас жду ответа из Индии. В общем, это приятно и дальше читать, и смотреть, что это не абстрактные люди, не абстрактные публикации, а конкретные, такие-то уже коллеги. И, может быть, с ними что-то дальше разобьем, какое-то партнерство. Вот, всем желаю классных докладов, классных работ и практических, и исследовательских. А вот и конгрессы, на которые можно полететь в этом и в следующем году. Смотрите, сколько интересно будет, где только не будет всего. Вот этот же конгресс Европейской ассоциации, он будет в Сербии в следующем году. То есть мы тоже, в принципе, можем туда... Они даже это сказали, что специально делаем в стране, куда многие могут пока попасть без виз. Ну, у них позиция такая, если открыть сайт. Если сайт ассоциации открыть, то есть они поддерживают отношения с русской ассоциацией в том числе. То есть у них такая взвешенная позиция. Вот здесь, смотрите, есть... Вот ближайший завтра начинается когнитивно-поведенческий конгресс в Австралии. Да, туда уже все, уже мы не успеваем... А вот так, через год, про который Наталья Викторовна говорит, внизу справа, это как раз все сербы. В феврале будет в Дели когнитивно-поведенческий конгресс. Слева внизу, да, восьмой азиатский. Июля 24-го справа, где пчелка. Это британская ассоциация Ричард Когнитив Сайкл Терапис. Она будет в Манчестере происходить. Есть Санта-Круз, еще, в общем, много классных, интересных возможностей. И это именно в мире КПТ происходит. Поэтому всех приглашаем. Увидимся с вами на следующем конгрессе. И послушаем ваши доклады тоже. Кстати, сказано было на закрытии, что в этом году российская делегация была даже более многочисленна, чем в предыдущие годы. Я думаю, в следующем году будет еще более многочисленна. Да, нам нужно сделать обязательно секцию с коучингом. Поэтому колени. Давайте готовиться. Хотим сделать. Вот. Увидимся на конгрессе и ждем ваши доклады тоже. По когнитивно-поведенческому коучингу есть планы на то, чтобы туда слетать. Принажаем вас. Спасибо. Может быть, вопросы возникли? Или какие-то комментарии? Вопросы, комментарии, впечатления. Будем рады. Радует то, что вот такая научная жизнь продолжается. Никакие там внешние факторы на это, надеюсь, не сильно влияют. Так что внушает оптимизм ваш доклад. Это уже хорошо. Спасибо. Они влияют, конечно. Стало все подороже, посложнее. Ну, я имею в виду отношения между коллегами там внутри. Отношения с коллегами все замечательные. Площадка для коммуникации есть. Общаемся. В общем-то, это все в силе. Все так же. Так что вот. Иногда полезно тоже окунуться в это и посмотреть, что там мир развивается. Наука живет и практика живет. В общем, движение продолжается. Поэтому приглашаем вас. Спасибо. Ну что, будем тогда завершать. Если есть комментарии, вопросы, пишите. Мы всегда на связи.